Сегодня будем делать альфа-канал. В общем-то, вот ваш Abstance Painter, вы там модель подготовили, всё у вас хорошо. Заходите, нажимаете File New, выбираете нужную вам модель, DirectX OpenGL на выбор, разрешение на выбор. Окей, вот это нафиг не сохраняем. Вот такую плоскость я для вас подготовил, очень старался. Заходим таки, начинаем рисовать текстуру. Берём и такие, ой, какая красивая текстура. Ой, хочу, чтобы линия была побольше. И делают такую вот, вот так, вот так, красивая такая текстурка. А перед этим ещё на всякий случай Harvest'а сделаем максимально, чтобы вообще всё хорошо было, да? Вот такая красивая текстурка у нас получилась, мы закончили текстурить. Что делаем дальше? После того, как уверены, что корректировок носиться не будет, на всякий случай нажимаем CWS, сохраняем, куда нам нужно, а дальше делаем следующее. Опять же, File, ExportX Tools, оставляем Default, всё по дефолту, выбираем только место. Я, пожалуй, выберу вот такую папочку. Экспортируем. После того, как экспортировалось, давайте откроем папочку и параллельно... Ага, не туда экспортировалось. Окей, переэкспортируем. Ежедневно надо Enter прожать, чтобы оно правильное место выбрало. Открываем... Вот у нас файлы и все текстурки, потом открываем Photoshop. В Photoshop мы... Подтаскиваем нашу Base Color, только она нам нужна. Потом добавляем сразу же новый слой. Его можно пока скрыть. Выбираем магическую, там, лошадную палочку, или как она называется. Тыкаем по белому. Важный пункт. На текстуре надо оставить белую полость, та, которая должна быть прозрачной. После того, как мы выбрали, выбираем вот этот инструмент, правая кнопка мыши, Select Invert. Теперь у нас только цветная часть видена, то бишь наша текстура получается. После чего мы зайдем вот сюда и увидим, что вот здесь как-то очень странно ложатся пиксели. Эти вот где-то они внутри, где-то они снаружи, в общем-то это непорядок. После того, как вы загрузите в движок такую текстуру, то у вас будут белые швы по контуру. Это будет выглядеть просто ужасно. Что же мы делаем? Мы заходим в Select, Modify, Construct. Ну, или уменьшение, там, и так далее. Если у вас модель большая, выбирайте 2 пикселя. Если она поменьше, ну, точнее, не модель, а картинка на текстуре большая, выбирайте 2 или на крайнях 3 пикселя. Если она поменьше, там, 1,4, например, то выбирайте 1. Выбираю 2, смотрю, что получается. Получается вот так. С одной стороны не очень, но с другой стороны, в принципе, нормально. Что же мы делаем дальше? Мы заходим на новый слой, делаем его видимым, выбираем кисточку, один цвет ставим максимум в чёрный, другой цвет ставим максимум в белый, потому что маска у нас будет чёрно-белая. Оба изнутри мы закрашиваем белым. Белый цвет показывает, что в этом месте у нас будет непрозрачная часть текстуры. Вот так вот кисточкой мы всё закрасили. Можем ещё вот так вот пройти, чтобы там ничего не осталось. Сразу скажу, почему не заливкой, потому что заливка за собой косяки оставляет. Опять же возвращаемся на инструмент выделения, правая кнопка мыши, select and wear. Получаем вот это. Что мы делаем? Это всё правильно. Берём опять кисточку, меняем цвет и закрашиваем всё чёрным. Скроем нижний слой, приблизим. Да, всё хорошо, но есть какие-то прозрачные кусочки. Что же мы сделаем для этих прозрачных кусочек? Да, правильно, закрасим их. Стоит ещё раз вот так, несколькими мазками, именно не просто мазюкать на одно зажатие, а именно как штриховка в рисовании, в общем-то, подрисовывать. Как вы слышите по звукам графического паншета, я несколько раз это делаю. Пускай оно чуть-чуть зайдёт внутрь контура, это не так страшно. Там максимум один, максимум два пикселя будет. После того, как мы это сделали, мы снимаем выделение, это вот тот инструмент, правая кнопка мыши, деселект. Получается у нас вот такая маска. И на всякий пожарный случай, вдруг мы где-то не прогрессили, заходим в Image, вот этот, Adjustments и Desaturate. Поздравляю, теперь у нас точно чёрно-белая картинка. После этого мы жмём файл, можете нажать Export, можете нажать Save As, как кому удобно, я публик. Так делать, выбираем PNG, ну и назовём Альфа Маска. Да, Альфа Маска. Сохраняем. Сохранилось, чудесно. Теперь этот слой нам не нужен, но мы его пока скроем, вдруг пригодится. И видим вот это. Зачем же я его оставил, спросите вы. А я отвечу. В движке, ну в частности, я говорю про Unity сейчас, предусмотрена система лодов. Что такое лод? Это упрощённая модель. Их делают, чтобы на большом расстоянии не отрисовывать полноразмерную модель. Это одно из средств оптимизации. И есть такой момент, что ужимаются не только модели, но упрощаются, но ещё и текстуру. То есть если это 1024 на 1024, то, допустим, на каком-то расстоянии движок её ужимает, и она будет намного меньше. И если вот тут было много пикселей, да, то при сильном ужатии может случиться так, что, допустим, вот белый пиксель отсюда может спокойно перекочевать сюда. И наоборот. И у нас была красная текстура, она начнёт становиться белой. И в некоторых случаях это доходит до очень неприятного эффекта. Чтобы это предотвратить, мы делаем следующее. Берём инструмент заливки. Если у вас вот так, то надо сюда лишь чуть-чуть зажать и выбрать инструмент заливки. Зажимая Alt, нажимаем левую кнопку мыши на наш нужный цвет, который преобладает в модели. Можно сделать его чуть-чуть менее насыщенным. Главное, вот так вот не делать. После того, как сделали менее насыщенным, я это тоже вам мышкой сделаю, мы жмакаем заливку. Букву S нашу, что это такое? Видно, нашу текстуру видно, но всё такого же цвета. И если даже какие-то косяки по краю будут, оно теперь будет не белого, а цвета соответствующего. Если случилось так, что на вашей текстуре, ну это нормально вообще, встречаются цвета, допустим, красный, синий, зелёный, да, то вам нужно прокрасить те области, вокруг этих цветов, красным, синим и зелёным. Белый ни в коем случае оставлять нельзя. Вокруг текстуры с альфа-каналом, вокруг самой картинки, нужно обязательно прокрасить тем же цветом, что и сама картинка. Иначе будут возникать косяки, которые придётся переделывать. Что же делаем дальше? После того, как всё залили, ну или руками закрасили, можете опять же умным выделением воспользоваться, если вам так больше нравится, нажимаем Save As. Опять же, выбираем нужную папочку, выбираем опять PNG, вот она, наша текстура, пересохраняем её, да, заменить, окей, отлично. Откроем теперь нашу папочку, это не она, а вот это она. Угу, а куда сохранилась? Угу, а, я её случайно не туда сохранил. Окей, не проблема. Вставляем сюда. Вот они наши все текстурки, какие нам понадобятся. Выделяем, перетаскиваем назад в Substance, да, перетаскиваем. Я тут же мышкой сделаю, перетаскиваем, вот у нас появляется копировать, нажимаем, везде выбираем текстура, можно лишь один выбрать, а потом вот, оп, а хотя нет, нельзя так, ошибочка, пункты вис, во всех пунктах выбираем текстура, потом вот здесь выбираем Project Untitled, то есть только в этом проекте. Нажимаем ОК, вот они подгрузились. Что же делаем теперь? Вот это нам в принципе не надо, мы его вскроем, вдруг еще пригодится. Открываем вот это меню, нажимаем на плюсик, добавляем Опасити. После этого нам нужно перебейкать модель, ну то есть перезапечь все карты. Они у вас скорее всего запечены, будут перед текстурированием, потому что это надо сделать. Ну тут у вас условия все те же, но один пункт, разрешение должно совпадать с разрешением вот этой маски, иначе будут трагуны. Ну и запекаем. У меня тупо плоскость, у меня никаких уникальных карт не будет, будет просто так цвет, скажем так. Вот он. Все стандартно. Можем выходить. Теперь добавляем заполняющий слой. Вот он. Опасити уже включен, чудесно. и перетаскиваем соответствующие картинки в соответствующие для них места. Как раз для этого в самом начале мы и экспортировали все карты. А вот эту маску как раз засовываем в Опасити. И вот так должен выглядеть наш материал. После этого мы нажимаем сохранение на всякий пожарный. И идем в экспорт текстов. Опять же видим такую менюшку. Вот тут вот у вас есть настройка конфигурации. Я конкретно делаю для Unity. Пятой версии стандарт металлик. У меня тут оно выглядит вот так. Но это дефолт. Вы можете настроить как вам угодно, но по стандартному в Unity 5, в Unreal, в стандарт PBR Metallic Craftness везде есть альфа-канал. И вот как раз туда мы и подгрузили нашу маску. Если вы хотите какой-то уникальный экспорт, настройте. Это не так сложно. А мы выберем из готового, потому что нам подходит. И Unity 5, стандарт металлик. Вот тут PNG, 8 бит, галочка. И вот здесь тоже галочка. После того, как вы все это сделали, нажимаете экспорт. И ваши текстурки экспортируются. Я нажму, чтобы показать, как это будет выглядеть. Затем заходим вот сюда. Что же мы видим? Видим, вот у нас три текстуры специально для Unity. Давайте откроем нашу BaseColor или Albedo при помощи... Это точнее, с альфа-каналом внутри. Вот мы открываем, допустим, такой приложухой. И что же мы видим? Мы видим, что у нас осталась только буква S. Если присмотримся, тут видны какие-то вот такие вот непонятности, да, это очень странная штука. Но мы все прокрасили красным, и это не будет нам никак мешать. Если рассмотреть поближе, то тоже видно, что это... типа, альфа-канал работает. В общем, стандартная PNG-шка. Вот и весь урок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok